Я уеду, живу в Лондон! Я уеду, живу в Лондон! Нет, не уеду. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Привет! Меня зовут Марина. Это Поехали в Корею. И сегодня я поделюсь еще одним видео про образование в Корее. Жадность приемлема только в одном виде. Это жажда к знаниям. Но, к сожалению, не у всех получается получить знания сразу. Не хватило немножко мудрости либо совета. Поэтому первый главный совет для тех, кто учится в России. Обязательно закончить одиннадцать классов. Уход после девятого и поход в колледж ничего хорошего после вам не принесет. Или если вы считаете, что ой, ЕГЭ такое сложно, я его не осилию, боже мой, уходить отсюда надо. То, мои дорогие, тогда в Корее даже ступительные сдать не сможете. Там-то экзамены пожестче будут. Запомни главное, не вздумай нажать на эту кнопку. Теперь повтори, что я сказал. Я есть грудь. Давай еще раз. Я есть грудь. Я есть грудь. Я есть грудь. Эй, у кого-нибудь есть скотч? Хочу замотать эту кнопку смерти. Ты атомную бомбу с собой таскаешь? Мог бы и изоленту прихватить. А чё я-то крайний? Хорош прибираться! Нет! Нет! Ну, спасибо тебе, дерево. Поэтому сегодня я вам расскажу, что делать тем, кто закончил только 9 классов и, например, колледж. И отвечу на ваш популярный вопрос. Поступление в академию в Корее, альтернатива или замена это образованию высшему? И сегодня я вам расскажу, что спрашивают в Корее во время собеседования, когда вы поступаете в институт, либо на грант, либо даже в академию. В кадре время от времени может появляться принцесса. Вы могли уже ее видеть в новостях. Это моя собачка. Так вот, что же делать, если я когда-то закончила 9 классов и почему-то, допустимая эту причину, решила, что поступать я буду в колледж, в ПТУ, либо в другое учебное заведение, но не в высшее и не закончу 11 классов. И вот теперь я полюбила Корею. И вот что же мне делать, как быть и куда поступать? Не берут нигде. Да, это правда, что не берут. В принципе, вы же понимаете, даже те, кто закончил 11 классов, либо высшее образование, имеют некоторые проблемы с поступлением. У них есть диплом, проблема решена, но корейский язык важен, финансовое обеспечение большое и необходимо. Так вот, если уж им сложно, то тем, кто после 9 класса, еще сложнее. Поймите, в Корее нет понимания 9 классов образования. То есть как, ты после Чунгакё бросил школу? То есть ты не закончил школу, у тебя коды Гакю не закончены. А то, что ты пошел альтернативу на курсы, потому что в Корее колледжи разные, ПТУ, именно курсы просто. Сертификат вы получили по их меркам. Поэтому необходимо доказать, что как бы этот сертификат, который вы получили, является в нашей стране более-менее альтернативой среднего по крайней мере образования. Все-таки, если вот вы так очень горите, и вы готовы пройти эти муки ада, то есть небольшой шанс. Вам придется заверить не просто все документы, нотариально где-нибудь. Нет, вам нужен будет апостель, который вы получать будете и в посольстве. Для этого вам необходимо пойти в министерство. То есть вам придется пройти такой путь бюрократии и сроков, и денег, что по-моему, месяцев через так пять в этом пути вы скажете, ой, да пошло все, буду я лучше, пойду, вон 11 классов закончу, быстрее будет. Но в интернете стали появляться разные сайты, группы, которые предлагают за деньги вам поступить к ним в институт в корейский. Поймите, из десяти случаев девять это фейковые. То есть это люди, которые соберут ваши деньги, как бы что-нибудь поделать, но в итоге не факт, что вы поступите, и очень малая вероятность. В принципе, вам никто для этого не нужен. Есть бесплатные группы, даже вот поехали в Корею, где расписано, как вы сами можете куда поступить. На грант, на стипендию, на платное обучение в такой вуз, на курсе и так далее. Там это все есть, не надо лезть там в какие-то глубинки из этого темы, которые расписаны под каждую необходимость. Есть общий факт, есть курсы, есть обучение высшее и так далее. Так вот, появляться стали разные вариации, что вот поступите в нашу академию, там дизайна, фэшн индустрии, либо даже кулинарии. В Корее академия кулинарии, вы должны понимать, как это абсурдно звучит. Это как если европеец поедет в Россию учить, я не знаю, английский язык. Хотите вы учить кулинарию, едьте в Европу, Италия, Франция, пожалуйста, учитесь там. Если вдруг вам интересно фэшн индустрия, особенно азиатский рынок, то да, есть смысл. Но поступив в академию, что в принципе я расскажу чуть позже, как это сделать, и заплатив деньги в принципе те же самые, что и при высшем образовании, потому что в среднем в академии один семестр стоит 4000 долларов. Оба-на, это высшее сколько же стоит? Как? Почему это же академия? Вы должны понимать, после окончания академии вы получите просто сертификат по корейским меркам, просто сертификат. Не дипломом образовании, а сертификат. В чем плюс тогда поступать? Цена такая же, сертификат только дадут. Поступление немножко проще. Они не требуют топика, TOEFL и так далее. Но вы должны понимать, ой, меня не спросили мои знания английского и корейского, я поступила, пришла только на лекцию, лекция на корейском. Че такое, почему не на русском? Ну, а вы че хотели, это же Корея. Они требуют знания, но они не требуют их подтверждения. Это их плюс поступления, немножко проще. Поступают в академию в те же самые сроки, что и высшее образование. То есть, если вы хотите учиться с марта месяца, а не с сентября, то поступаете в январе-феврале, предварительно документы, можно отправлять, в принципе, где-то с сентября-октября. А если вы хотите поступить в сентябре, то в июле-августе вы проходите все эти документы и собеседование. У академии есть плюс в том, что у них тоже есть schedule-хаки. То есть, сезон, когда во время каникул вы учитесь. Те, кто, например, не смог закрыть курс во время семестра, либо не добрал какие-то баллы или кредиты. В среднем я посмотрела по разным академиям дизайна, фэшн и также кулинарии, но я гляну, просили, пожалуйста. Учеба продолжается два года. Это если у вас уже есть база, то есть образование, полученное в этой индустрии, например, высшее образование. Если вы не получали его вообще, вы с нуля, то тогда вы будете учиться минимум 3 года, а то и больше. Как я уже сказала, что примерно стоимость семестра варьируется от 4 до 5 миллионов вон. Это по-черному 4-5 тысяч долларов. Теперь именно о том, как поступить в эту академию, либо, как я называю, курсы. Будем реалистами. Да, поступить будет легче. Вам понадобится всего лишь для начала это подать заявку на их сайте. Также вам понадобятся две фотографии. Плюс последний ваш диплом, который вы получили, он должен быть переведен и нотариально заверен. Если это диплом колледжа или ПТУ, то тут уже люди списывайтесь с ними, узнавайте, потому что вряд ли просто заверенный примут. Скорее всего заставят принести с апостелем. Да, принцесса? Заставят? Я тоже так думаю, что заставят. Плюс простей, что это заверенная копия паспорта вашего. Ну и будет большим плюсом это наличие наград, либо разных грамот по этой сфере. То есть, если вы поступаете на дизайн, не надо тащить награду за я лучшую в информатике. Нет, принесите что-то показывающее, что вы где-то участвовали, что-то делали, либо даже в ваше удачное портфолио. И последнее на сегодня оно относится и к академии, и к поступлению на бакалавря, даже частично на грантах, хотя на грантах по-разному, это что же у меня спросят на собеседование, когда я поступаю, либо когда я получаю грант. К чему мне быть готовым? Какой подводный камень меня там ждет? Во-первых, не забывайте, если ваше собеседование не по скайпу, что часто для гранта делают, правильно? А, например, вживую при поступлении и все, ты, принцесса, уходишь? Останься, я сейчас про поступление расскажу. Тебе не интересно собеседование? Совсем? Ну, она уже имеет куртку Йонсей, она его выпускница, поэтому ей это не интересно. Такой первый, самый популярный вопрос, который вас спросят, это почему вы решили поступать именно сюда? В этот вуз, либо академию, либо на этот именно факультет? Подумайте, почему именно? И, конечно, ты должен быть правдивым, но при этом красивым, а не я фанат кей-попа, я мечтаю выйти за айдола. Реально, вроде ржать, но многие так и отвечают. И это слишком, блин, вообще, да, уже все. Второй вопрос, самый популярный, это ваши планы на время учебы. Ну, вроде как учиться, а что еще? Вы понимаете, в Корее другой подход, как образование. Я должна доказать, что я хочу изучать, чинив всего это время не только корейскую литературу, также историю о корейском языке, культуру, сделать исследования по политике, экономике каких-то определенных годов в истории. Мне это интересно и интересует. Я заранее об этом все поискала, посмотрела и готова. Такой ответ будет реально хорошим и полезным. А не с бухты-барахты пришел, мимо проходил, решил к вам на собеседование зайти, вдруг возьмете. И третий вопрос, это спрашивают просто ваши планы на будущее, допустим, после выпуска. И вы там можете рассказать, что я, например, хочу сделать там диссертацию какую-нибудь умную, или исследование провести, или устроиться на работу, в какую-то компанию, либо заниматься волонтерством, помочь людям. То есть, варианты должны быть ваши от чистого сердца, но умные, продуманные, а не я собираюсь выйти замуж и стать домохозяйкой. На кой фиг ты поступаешь? Иди замуж и так. Вот, есть большой плюс. В большинстве собеседований процентов как 90, вам дадут время, чтобы вы письменно ответили на вопросы собеседования. А потом уже вышли и вот пообщались с людьми. Да, общение происходит на корейском. Вопросы будут на корейском и отвечать будете на корейском. Именно поэтому вам нужен корейский. Вы не можете с двух топорах. Я без корейского поступил в институт. По этой причине я вам советую сделать так. Институт, либо академия, когда вы поступаете, сто пудов имеет форум. Залазьте в этот форум и найдите вариации собеседования, поступления и так далее. Там, где люди пишут, как они поступали в том году, что у них спрашивали. То есть, делятся опытом. Гляньте их вопросы. Вопросы часто бывают разные, но начало у них одинаковое. Подготовьте ответы к этим вопросам, напишите сами, попросите ваших друзей, кто знает корейский или учителя, проверить, так ли это верно или выучите это как топик. Проблема будет решена. Потому что собеседование – это самый главный пункт. Вы можете знать хоть шестой топик уровня. Предоставили ваш депозит на 12 тысяч долларов. Все вроде круто, прекрасно. Но собеседование вы завалили. И такое реально часто бывает. Ну, не совсем прям часто, но бывает. Потому что люди не знали, что ответить на собеседование. Они стеснялись. Они не могли сочинить, придумать всю историю. Готовиться надо. И, наверное, немножко странно, но мой вам совет – это до поступления, в принципе, читать книги. Потому что, не читая книги разные, популярные, классические, вы рискуете остаться лишь подражателем чьих-то слов. Вам необходимо сформировать ваше собственное мнение и взгляд. Пока у вас нет возможности путешествовать и изучать мир, изучить его через историю, через мысли и взгляды других людей. Вот и все видео. Спасибо большое за его просмотр. Подписывайся на меня в соцсетях и также на группу «Поехали в Корею». Если тебе интересна тема образования в Корее в целом, то, возможно, ты мог пропустить одно из моих образовательных видео. Подписывайся на мой канал и нажми на колокольчик рядом с ним. Тогда ты точно будешь в курсе всех событий. CO. У меня в поплении в Bertон. 15.